Приветствую вас! Насчет авторов вопроса Пишет о том, чемпион Решила, что детей у нее не будет Один ребенок уже есть, мужа у меня нет И я так поняла, никогда уже не будет Но решила, казалось бы, живи себе спокойно Какое мне делать у других Но, почему-то, когда я вижу Женщину моих лет в положении Меня она почему-то бьет Я начинаю на нее ужасно злить и даже ненавидеть Я не могу понять, почему я злюсь на других Когда они беременеют, ведь я же не беременен Ведь никто не смог меня заставить Чего нервничать? Самое интересное Что раньше в поколении моей мамы Когда они были моего возраста, очень мало беременели По 40 лет, сейчас же я странно смотрю Сплошь и рядом, и если кто-то спрашивает Почему я не хочу второго ребенка Я чаще ссылаюсь на возраст И знаете, как обидно понимать, что мой возраст уже не оправдание Ну ладно, пусть не оправдание Но чего злиться на других, кто залетает Смотрите, главера В первую очередь, хочу сказать Что у вас довольно хорошо работает голова Вы задаете верные вопросы Очень хорошо, что вы понимаете Что в какой-то степени это проблема То, что вы злитесь И очень здорово, что вы осознаете это Что это не нормально Не сливаетесь с этим чувством То есть оно, словно говоря Ну, не становится частью вас Вот, это первое, на что бы я хотел Обратить внимание И что бы я хотел Выделить в качестве какого-то такого Позитивного момента, потому что Если бы этого не было, то Ситуация была бы куда более печальной И помочь вам было бы сложнее Здесь вы и понимаете Что то, что вы описываете Это не совсем нормально Здесь вы понимаете, что то, что вы описываете Это не совсем адекватно Вот, и речь идет о механизмах, конечно же Проекции То есть это, по сути, речь идет о переносе Вот То есть Вы переносите на человека Ну, в данном случае, вот На женщину, да Вы переносите Свои желания Вот То есть ребенка вам второго хочется, вероятно То есть вы себе Как-то запретили надеяться Запретили себе, условно говоря, его хотеть Вот Также вы поставили на себе крест В плане отношений Говоря о том, что мужа у меня Значит Ну, как бы Больше не будет Вот И Соответственно Вы то, может быть Себе это говорите, да Но Существом ЧПО Попребность Попребность Она никуда не девается И Попребность все равно остается И, соответственно Она эта попребность Попребность Переносится на Других людей У которых это получается Вот Каковы Каковы Основания Для Подобных Для подобного Переноса Будет большой Вот Не обязательно Что вы прямо Хотите Здорового ребенка И не обязательно Что вы прямо Хотите Замочь Хотя Наверное Вот Большинство Ну Большинство Экспертов Скажут Что Именно этого вы хотите У вас Может быть Чувство вины Перед мамой За то что Вы Как то не реализовались Например Или просто Чувство вины Перед Ну опять же Перед Социумом За то что вы Не такая как они Вот Значит они Могут Родить Да В 40 лет Вы нет Вот Соответственно Может быть Чувство вины Может быть Ощущение Того что вы Белая воронина Соответственно Вы длитесь Когда Ну Когда вам На это Как то вот Указывают Да Показывают А по сути Что По сути Беременная женщина Это Вот Демонстрация того Значит что с ней Все окей С вами нет То есть По сути Речь идет О комплексах ваших Да Да Вот И Конечно В той или иной степени Речь идет о вашей Реализованности Точнее Об ее отсутствии Об отсутствии Реализованности В данном случае Идет речь Вот И Сведение Как бы вашей Вот в данном случае Собственной Роли Да Сведение Вашей Ценности К К Рождению Ребенка И К Выходу Замуж Ну Как то так Дальше Если У вас Есть Склонность Когда Зажимать И Подавлять Например Свои Чувства Ну Такие Например Как Злость Да Такие Например Как Обиду Какую-то Если Есть Склонность Сказать То Это очень Сильно Чувствуется В Вашем Тексте Довольно Сильно Ощущается История 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 О том Что Есть Какие-то Негативные Эмоции Например К Допустим Не знаю К Мужчине Вот И так Да Вот Поэтому Эм Как мне Эм Как Мне кажется Эм Нужно Сначала Поисследовать Ваши Попредственности То есть увидеть Чего вы хотите Увидеть В чем Ваш конфликт Да И помочь вам его разрешить Хорошим шагом К этому Будет В общем-то Дальнейшее Осознование Того Что Дело Не в Женщинах Которые Беременеют А дело В том Как вы на это Реагируете То есть Что Что здесь Причиняет вам боль Вот Ситуация Может быть Совсем Совсем Смешной Ну В кавычках Смешной Потому что Понятно что Как бы Ничего смешного Нет Вот Но ситуация может быть Смешной В том плане Что Речь может идти Об ответственности То есть Вы Например Считаете Проблематика Здесь Она Выражается В том Что Человек пытается Все контролировать Человек Слабо доверяет другим И так далее Кстати Отношения Выстраиваются Тоже очень плохо С тем Кто Берет на сюда много ответственности Потому что Партнер Здесь Сталкивается С тем Что Все решает Другой человек Его как бы Не существует Вот В этом случае В этом случае Люди Более менее Самостоятельные Понятное дело Из отношений Таких Выходят Потому что Некомфортно Остаются Люди Только Несамостоятельные Несамостоятельные Люди Отвергаются Как Ну как Значит Неподходящий Партнер Вот Почему я сделал Такой вывод Потому что В вашем тексте Очень Проскакивает Родительские нотки Вот И по отношению К этим Женщинам И вероятно По отношению К себе То есть Очень часто Эти механизмы Защиты Используются Для того Чтобы Скрыть Какие-то Переживания Которые могут Ну вот Значит Которые могут Болеть То есть Которые могут Грубо говоря Показать Уязвимость Вот Человек Что В данном случае Вот На мой взгляд Уязвимости Вы боитесь На мой взгляд Уязвимости Вы пытаетесь Избежать И Соответственно Это Вот Одно из Проявлений Такого Такого Вот Поэтому Ваш Вопрос Это Хороший Такой Заброс На психотерапию То есть На индивидуальную работу Вот Локально На Проработку Вот Этого Момента Которые Вы описали Вот Ну а Соответственно Более Глобально Это Проработка Тех Самых Аспектов Которые У вас Более Так скажем Глубоко Находятся По типу Того Почему У вас Не будет Мужа То есть Не строите Отношения Там С Личностью Как Личность То есть Выстроите отношения С личностью Как Женщина С мужчиной Это Не плохо Но Важно понимать С чего все начинается Начинается все С личности С личностного общения Не с Не с Гендерного Отношения Которые Начинаются С гендерной Составляющей Они Как правило Носит Очень Узкий Характер И Очень сильно Охаживают Ценность Человека Очень Сильно Ограничивают Его Вообще Поэтому Опять Если Вы Например Взаимодействуете С Мужинами И они Условно Говоря Периодами Вас Не устраивают То Это Как раз Про То Что Возможно Вы Действуете Либо Гемберная Радительская Позиция Она В общем-то Ну Как бы Между собой Да Понятно Что Есть Нюансы Есть Свои Нюансы Я Ни в коем случае Не говорю Об Идентичности Этих Ролей Но Сходят Здесь Присутствовать Ну То 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 Словно Говоря Может быть Мужей У вас Действительно И не будет Но Кто Мешает Общаться Мужей 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 Для Замытства Нет Просто Общаться Можно Пока можно Подпис更 Скорее Жени Своей Замыт Выходит Замыт Четыре fazer Четыре Думан Люги Лог credentials Думан сидят Type Думан Что Замыт то, ну, понятное дело, что ничего не будет. То есть, если я даже от вас через текст почувствовал, условно говоря, напряжение, ну, то что говорить там о людях, которые с вами непосредственно общаются, которые вас видят? Ну, понимаете, да? Если бы не ваш уровень осознанности достаточно хороший, я бы был уверен, что вы мой ответ воспримете в штыки. Потому что здесь первопричина находится не в злости, а первопричина находится, очевидно, в вашем, во-первых, травматичном опыте, который у вас, значит, с мужчинами имел место быть, и, во-вторых, в отношении к себе, где вы ставите на себя крест. И третий аспект – это аспект некой такой из личной социальности семьи. То есть, типа, что вот, ну, что вот женщина, там, значит, беременеет, там и т.п. То есть, исключается здесь личностный индивидуальный аспект, который очень важен. Вот, если вы узнаете, например, про каждую такую женщину, если вы узнаете историю такой каждой женщины, ну, поверьте мне, ваше слово уйдет, потому что вы увидите реального человека со своей историей. Вот, но для этого нужно узнать свою историю, для этого нужно приинтересоваться. Эта энергия – это силы, это время – это любопытство. Вот, а любопытства у вас нет. Точнее, оно есть, но проявляется, скорее всего, очень стомпально и, как бы, ну, скажем так, импульсивно, да, и вы наверняка считаете любопытство, ну, чем-то плохим. Вот. Почему я так говорю? Ну, потому что зачастую именно вот такой образ присутствует у человека, которого в данном случае я описываю. Естественно, я могу ошибаться, естественно, могу не правиться, не правиться. Вот, вы, пожалуйста, фиксируйтесь не на том, чтобы, там, например, указать мне на мои ошибки, да, а вы фиксируйтесь на том, что вам откликнулось. Вот. Собственно, из-за того, что вам откликнулось, вы можете сформулировать обратную связь не именно из-за того, что откликнулось, а не из-за того, что вы считаете неправильно, потому что тут могут быть ваши механизмы защиты отработать. Вот. Вы можете сформулировать обратную связь, которая послужит вам началом психотерапии, если вы в этом заинтересованы. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен вам за обратную связь, по моему ответу. Это позволит начать контакт. Большое вам спасибо за ваш вопрос. Вы большое молодец, что его задали. Можете мне повернуть, что далеко не каждый человек, находящийся в вашем положении, способен задавать такие вопросы. Я думаю, что вам было не очень легко его задать. Вы большая молодец, что это сделали. Теперь осталось дело в какой-то степени за мной. Начать свою личную терапию. А мы вам в этом, конечно же, поможем. Всего самого доброго.